Летний отдых детей для всех коммерческих и оздоровительных лагерей – это прежде всего бизнес. Отдых ребенка в Олимпии в этом году обойдется родителям в 18 тысяч рублей за 21 день. Есть путевки подешевле – 10 тысяч рублей стоят четвертая смена, куда приглашаются дети от 12 до 17 лет. Стоимость отдыха весьма недешевая, но если сравнить с другими оздоровительными лагерями, отдых в Ходинском районе покажется доступным. Например, лагерь Великое Княжество на берегу реки Киржач примет детей на 12 дней за 26 тысяч рублей. За это ребята обещают круглосуточно оздоравливать и даже обучать английскому языку. Тем, кому такой отдых не по карману, Владимирское управление по делам молодежи предлагает отправить свое чадо в один из муниципальных лагерей – «Дружбу» или «Икар». Это смены спортивные, а у нас еще и год олимпийский, поэтому будет Олимпиада тоже в лагерях. И, естественно, смена патриотическая, поэтому каждый родитель, если зайдет на наши сайты, либо позвонит по телефону, он может получить достаточно такую крупную, большую информацию о тех сменах, которые планируются, и выбрать подходящую для своего ребенка. В «Дружбе» и «Икаре» уже даже провели противоклещевую обработку. Отдых в этих лагерях обойдется родителям в 8 тысяч рублей. Если мама или папа работники бюджетной сферы, то стоимость путевки будет всего 2 тысяч рублей. Малообеспеченные многодетные семьи имеют право получить путевки бесплатно в органах соцзащиты. В этом году наблюдается ажиотаж на летний отдых в загородных лагерях. Путевки на первые две смены уже раскуплены. В этом году в «Лагере Дружбы» даже запланировали проведение четвертой смены в августе. Впрочем, Управление по делам молодежи просит родителей на всякий случай звонить. Бывает, что от путевок по разным причинам отказываются, и тогда у желающих появляется шанс попасть в «Икар» или в «Дружбу». Кстати, в этом году в «Икаре» за детьми будут присматривать не только педагоги, но и видеокамеры. Значительно улучшили здесь перед новым сезоном и бытовые условия. Помещение отремонтировано полностью. То есть здесь плитки не было, дверей здесь были условные. Повинок душевых практически не было. Поставили здесь пластиковые окна, сделали уютно здесь, мне кажется, достаточно. Родителям важно правильно подобрать гардероб для детей. Мальчикам не советуют брать много брюк. Обычно они ненужным грузом лежат в чемодане. А вот носков и зубных щеток надо дать запасом. Дети их очень часто теряют. Ну а самое главное – настроить ребенка на позитив, особенно если он отправляется в оздоровительный лагерь в первый раз. Ведь главное в лагере – это новые друзья и новые впечатления. В конце лагерных смен мы обычно получаем большое количество письма от детей. Причем письма до сих пор нам пишут и по электронной почте, и до сих пор пишут на бумаге, где дети рассказывают либо, что им прям понравилось, либо, может быть, предлагают нам что-то изменить. Но чаще всего прям такие слезливые о том, как им было здорово и как жалко, что каникулы закончились. Ребят, которые по каким-то причинам не смогут уехать отдыхать за город, ждут в школьных лагерях. Они будут открыты при всех средних учебных заведениях Владивера. Для школьников организуют оздоровительно-образовательные, спортивные и экологические смены. Стоимость путевки – 2651 рубль. Родители заплатят всего 530 рублей за 18 дней. Дети из малообеспеченных семей получат путевки бесплатно. Школьные лагеря начнут свою работу 31 мая.